ну что друзья всем привет всех и рад приветствовать на своем канале и сегодня мы с вами вновь поиграем в игрушку под названием аэрлайн команды и так в прошлой серии мы с вами остановились на том что открыли новый аэропорт и собственно у нас остался еще один маршрутный выбор так сейчас давайте я посмотрю какое тут самое выгодное так девять к где если вы не посмотрели предыдущую серию то советую это сделать потому что там я рассказал про эту игру в целом так сколько 10 простой взгляд просто это сайт как так 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 друзья давайте же сейчас принципе ладно не буду долго тянуть время просто так сейчас я иду вот так давайте в принципе сделаем полную посадку вот активируем ее и еще выполняем рейсы от других авиалиний собственно сейчас у меня ранг младший офицер воздушного судна вот и это та игра в которой так это та игра в которой звание получается офицера воздушного судна действительно долго повышаешься то есть вот я с младшего офицера воздушного судна до офицера воздушного судна из-за фриза хочу уже повыситься довольно таки давно но тут с этим все очень жестко здесь нужно очень большое количество денег чтобы покупать лицензии вследствие открываются новые маршруты и только когда открываются новые маршруты ты продвигаешься по карьерные лестницы и это довольно таки длительный процесс и поэтому здесь чтобы быстро подниматься ох вечер так как сносит самолет здесь чтобы быстро подниматься по карьерной лестнице нужно так где посадка не поможет похоже о друзья что я мой ветер так как друзья я просто дико извиняюсь какой-то сяду то сейчас крен то большой так ну что ты сейчас так выровняюсь ветер десять метров в секунду даже иногда бывает больше все равно сносит как-то криво зато идеально сел очень мягко получилось вот и здесь в этой игре достаточно большое количество самолетов но во первых они стоят все достаточно тоже дорого и поэтому в эту игру конечно можно играть без доната я не спорю вот но это будет очень во первых долго и во вторых хватит ли у вас терпения условно вот так вот все время копить 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 деньги там ну ладно проходить лицензии это я думаю не так скучно ты что-то новое узнаешь вот как действовать там при экстренных друзья еще раз извиняюсь за фризы так нужно скорость уже с помощью двигателей снизим ё-моё друзья мне прям жалко это что вы видите такие фризы вот и на том что хватит ли у вас терпения вот так вот все время копить деньги и потом и потом когда вы получили новое звание вам нужно копить на самолеты потом когда вы купите все самолеты в звание которого сейчас вам придется вот как сейчас я находиться на той стадии что вы просто купите деньги на собственно лицензии эти лицензии проходите вечно вы заходите в приложение других авиалиний вечно в этом что-то смотрите что-то выбираете что повыгоднее вот и ну игра достаточно таки долгая я не знаю сколько вот времени нужно играть вот не как я условно играю там для видео ну я и сами не на видео игра вот просто какое количество времени нужно для того чтобы пройти эту игру на максимум вот достичь получается ранга ух фризы как же они мне надоели достичь ранга владелец авиакомпанией там самолеты просто космические и это довольно таки круто быть авиакомпанией в этой игре но это такого труда стоит что это у нас эти ну там и понятное дело что задачи будут больше то есть будет так как ты изучишь больше лицензии будут новые нештатные ситуации то есть условно сломан сломанный руль который вот следующая лицензия вот на этом самолете что еще такое может быть крыло оторвет в полете не знаю может быть разгерметизация а что еще может быть ну вот как не знаю что вот еще может быть какие-то лицензии вот ближе к рангу владелец авиакомпании но там я думаю что-то очень такое интересное и понятное дело что это будет все очень непросто выполнить эти лицензии окончить эти лицензии то есть сейчас даже вот на некоторых лицензиях возникают трудности но это в основном у вас трудности будут возникать когда в самом начале то есть сейчас то вот повторяются если честно лицензии но их покупать ну просто никак нельзя то есть вот этот отказ двигателя который мы с вами проходили в прошлой серии он там чуть ли не с самого начала на первом на первом или на втором ранге вас этому обучают вот и это довольно таки было непонятно лично для меня в тот момент как это отключается все эти дроссели там потянуть все это включить обороты нарастить и все это для меня было настолько не важно нет друзья ну просто больно на это смотри эти фризы так останавливаемся ой 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 живи телефончик вот даже я думаю такого раз вот даже я думаю такого самолета который вот мимо у меня сейчас проехал даже такого очень трудно достичь это я не знаю какая правда должен на какой должности открывается этот самолет но я думаю что это там за за две за одну должность от владельца авиакомпании назад то есть старт взлетной полосе нет ну прикольная игра здесь все довольно таки проработано есть вот нештабные ситуации просто бы летать боже боже друзья извиняюсь просто бы летать было конечно тоже интересно иногда даже если честно у меня возникает желание просто чтобы они добавили какой-то свободный полет и можно условно выбирать аэропорт вылета условно москва и лететь в питер вот но этого здесь конечно не хватает но правда там на заставке игры есть такое окно где написано уже скоро и взлетающий самолет вот не знаю это видимо какой-то новый режим который добавит но вот непонятно что в нем будет может это будет свободный полет может это будет не знаю что еще можно придумать вот то есть ну игра прикольная достаточно я ее правда я в нее уже играл столько раз ну в том плане что ОСР Джей стоит слева я в эту игру играл много раз что я ее удалял и скачивал так какие лаги ужасные я эту игру уже настолько много раз удалял что у меня даже есть еще второй аккаунт вот я его недавно восстановил вот но он он конечно похуже развит этот аккаунт прямо у меня самый первый вот я его как-то пытался восстановить но не получалось вот в итоге восстановил и решил там одну лицензию я какую-то прошел по-моему на байсистемс вот и потом решил , начать снимать видосики по этой игрушке вот и собственно как вы можете видеть все нам теперь нужно для новых маршрутов нашей авиакомпании покупать лицензии и открыть значит покупать лицензии будут открываться по два маршрута вот это к слову следующий ранг офицер воздушного судна и вот вы понимаете вот такой огромный путь мне нужно будет проделать для того чтобы достичь этого звания а я уж не говорю а это не офицер воздушного судна это второй пилот уже ранг вот тут Embraer 190 Boeing 717 на ранге второй пилот потом Boeing МД80 и дальше идет первый пилот Airbus A310 Boeing МД90 Boeing 737 старший пилот Airbus A320 Boeing 757 также Airbus A310 командир это уже Boeing 767 Airbus A330 Boeing 777 Airbus A340 старший командир Boeing 787 Airbus A350 и дальше идет самый тотал владелец авиакомпании Boeing 747 и Airbus A380 это по-моему я не представляю каких космических денег будут стоить эти самолеты и ну там понятное дело что и прибыль будет больше и самолетов будет больше и пилоты также будут приносить больше вот друзья давайте две рейсы какие-то скучные и там никаких штатных ситуаций нет давайте-ка в этой серии пройдем собственно говоря простой взлет вот с какими-то элементами сложности так собственно пропускаем закрылки так ну что видите на суточку и давайте набирать VR 106 узлов скорости и взлетайте давайте же посмотрим чем нас удивит игра какой нештатной ситуации так можно извиняюсь за флизер так наверное слишком резко поднялся но это в этой игре не учитывается так давайте что ли так ну да рановато я убрал закрылки ну ладно ничего давайте еще так извините так давайте все таки я так извиняюсь паузу нажал но это 3 лица поставлю чтобы мы могли если что рассмотреть что все таки случится во время нашего полета так а ветер я думал там что то поинтереснее будет но ветер на самом деле в этой игре тоже довольно таки хорошо сносит самолет вот вы видите тут показатель ветра 13 метров в секунду то есть вот ладно когда я лечу просто он его как бы чувствуется но не так так вот когда ты садишься это прям одно из самых сложных происшествий при посадке то есть такой сильный ветер это конечно при посадке очень влияет вы вот в этой серии вот я когда садился на самолет выполнял рейс авиалинии то вы наверное почувствовали что было заметно что самолет очень сильно сносит мы выполнили с вами один рейс другой авиалинии вот ну сейчас еще посмотрю стоит ли проходить вот эти два предложения других авиалинии на серию ну давайте пройдем вот этот допустим взлет а может тут посадочка вот давайте посадочку пройдем туман минус девять градусов я наверное все таки симуляцию не решусь поставить вот потому что я часто когда посадку нужно выполнить я в симуляции у меня бывают проблемы с траекторией меня там какой-то так если я не ошибаюсь это это у нас я включил если кто не знает я сам не уверен друзья если кто разбирается в этой игре поправьте если я не ошибаюсь это система которая делает лучше сцепление с собственно говоря взлетно-посадочной полосой она как раз создана для того чтобы вот такую температуру когда возможно на полосе лед самолет не скользил не прокатывался по-моему эта система включается тут но тут прямого нету что здесь что-то плохое будет но я решил включить потому что возможно тут есть короче так все идеально вот так ну вот собственно мы с вами приземлились в какой-то туманный день температуру минус 9 градусов останавливаемся и собственно простая посадка завершена ну что друзья на этом наверное будем заканчивать эту серию если вам понравился ролик ставьте лайк пишите ваши комментарии все это естественно на ваше усмотрение а я благодарю о да сейчас я благодарю всех за просмотр всем большое спасибо о ну вот друзья вы видите причину того что у меня лагает телефон меньше десяти процентов свободное свободного места ну что друзья всем спасибо за просмотр всем удачи и всем пока я не знаю что не знаю не знаю Продолжение следует...